Недельный раздел Или китыце Когда ты выйдешь И находится он в книге Дворим в Терозаконе С 21 главы 10 стих под 25 И по своей традиции Я не буду рассказывать, что написано в этой главе Пожалуйста, читайте Это важно, важно читать Потому что, знаете, я выхожу комментировать Итак Одно из ключевых стихов этой главы Мы находим, ну это мое личное мнение Мы находим в книге Дворим в Терозаконе 24-22 Помни, что рабом ты был в Египте Поэтому заповедую тебе делать это Порою, знаете, мне кажется, что у Бога нет чувства такта Знаете Свойственное всякому культурному джентльмену То есть у него есть чувство юмора У него есть Доброта, нежность А вот чувства такта не хватает Ну знаете, тактичный такой Почему? На каком основании я это все сделал? Ну все очень просто Кому приятно, что тебе напоминают Причем, заметьте, постоянно Что ты был рабом в доме фараона Не управителем, как Иосиф Не слугою А вот рабом, живым орудием труда Каждый год На каждый шаббат Каждый песок Помни Сыну и дочери расскажи Помни На входе и выходе Помни, помни Ну прослушайте Ну кому приятно Вот я вам постоянно напоминаю А ты помнишь Как ты разбил вазу Любимой мам Любимую Помнишь? А вот ты помнишь И ты ходишь уже думаешь Ну сколько можно Я эту вазу уже и забыл Итак А мы повторяем Повторяем Мы были рабами И забываем И Бог нам снова Помни Итак И это важно Знаете, Израиль Он вышел из Египта Но, к сожалению Египет не спешит Покидать Израиль То есть Рабство Которое было Они оставили Внешнее рабство Но внутреннее рабство Оно остается И с каждым разом Оно спешит Оно не хочет выходить Его надо Выгонять То есть Бог хочет раскрыть Нас свое Божье Но это Понимаете Ну иногда Это не получается Помните, как поет Юрий Шевчук Свобода, свобода Ты знала так много О жизни моей И непростой Свобода знает И мы Помните Уже вернемся Чуть-чуть назад Когда Израиль Выходил из рабства И подошел У горе Синай И Бог сказал И вы будете у меня Народом священников Помните, да Это знаменитое Обещание Господа И весь народ Что сказал? Аминь Мы готовы Мы хотим быть И это мое Опять же мнение Что народ Просто не понимал Что он говорит Потому что Он привык видеть Как? Египетских жильцов Которых уважали Любили И когда народу Рабов сказали Вы будете священником И думают А чего бы и нет? Мы тоже хотим быть Уважаемыми Богатыми Почему и нет? Но самое интересное Что очень важно Заметьте Они вслух Произнесли это Они вслух Сказали это Мы еще коснемся Этого момента То есть Обещание Богу И исполнение Обещанного Как сказал Гайса Люстий Крисп Древний римский историк Живший в 80-м году До Рождества Спасителя Всякий человек Истворит своей судьбы Где-то я с ним согласен Каждый человек Имеет свободу выбора И это право Даровано нам Богом Это он уважает Наш суверенный выбор Бог уважает То, что мы выбираем И в книге второзакония В 30 главе 19 стих Мы читаем Во свидетели свои Во свидетели А, во свидетели Перед вами Призывая сегодня Небо и землю Жизнь и смерть Предложил я тебе Благословение И проклятие Избери жизнь Дабы жил ты И потомство твое Заметьте Он говорит Проклятие Благословение И что он говорит Выбери жизнь Он говорит Я не приказываю Он дает выбор Человек имеет право Выбрать И он говорит Выбери лучше то, что нужно То, что Божье Итак Свобода выражается через мелочи На первый взгляд Незначительное Но это важное Верен в малом Помните, да? Верен в малом Поставить будет Над большим И знаете Свобода начинается С мелочей Ну даже с того Что мы не опаздываем Или стремимся к этому Когда мы говорим Я буду вовремя А после С постоянностью Нарушаем свое слово И опаздываем Это о чем-то говорит Это говорит о том Что есть какая-то Несвобода Есть какие-то вопросы Которые нужно решать Свободный человек Принимает решение Выряжает его словом И несет ответственность За сказанное Он Хозяин Своего слова И своего времени Вы слышите? Еще раз Он Хозяин Своего слова И своего времени Мы верующие Вишо Удивительные люди Мы не перестаем Удивлять Бога И при этом Сами удивляемся Почему он не отвечает На вопросы На наши какие-то Правильные действия Знаете Мы научились говорить Правильные слова В правильных местах Правильным людям Правильно не поступаем К сожалению Итак Я буду читать Из современного перевода Это из этой недельной главы Второзаконие 23 глава С 21 по 23 стих Когда даешь обет Господу Богу твоему Не медли с оплатой обещанного Ибо Господь Бог твой Потребует Чтобы ты заплатил И ты согрешишь Если не заплатишь обещанного Если ты не дашь обет То не согрешишь Но если сказал Что сделаешь что-то Исполни обещанное Если даешь Господу обет То сам решаешь это А не по принуждению Господнему И поэтому должен Исполнить обещанное В Нагорной пробуде Ишо говорил своим ученикам Да будет ваше да Да А нет Нет Все остальное От того От того кто нам не друг Я согласен От лукавого Итак Свободный человек Принимает решение Выражает его словом И несет ответственное За сказанное Он хозяин своего слова Если обещаешь То исполни Или лучше не обещай В своей жизни Я обещал Богу много раз Особенно когда приходили трудности Знаете эти моменты Боже Если со мной все будет хорошо Я обещаю И пошел в список И вот это буду И вот это И так И сяк Потом Господь отвечал И до следующего Трудного момента Ну как в той притче Знаете Когда мужчина падает С горы И говорит Боже, Боже Не буду пить Не буду курить Буду мужем одной жены Потом Бог Сток сена упал Поднимается Да Вот дурость приходит Во время падения Знаете Не хочется быть Вот таким человеком Падающим И вытирающим лоб Итак Богу не нужны наши дары Это откровение для вас Богу не нужны наши дары Он сам его дает Он дал нам эти дары Богу не нужны наши деньги Он тоже их нам дает Я вам скажу Даже такую вещь За что мне могут Больше сюда не пустить Богу не нужно Наше служение Оно нам нужно У него ангелы небесные Служат так Что мы даже не видели Во сне Ну правда Яков видел Помните Лег Смотрит Ангелы Поднимаются Опускаются Итак Но Бог хочет Чтобы мы преображались В образ Ешоа И выходили на свободу И главное Выводили других людей А свободный человек Хозяин своего слова Помните Мы упоминали момент Угорысиной Когда народ Израиля Пообещал Богу Что сделает все Что скажет Господь Да Сделаем Обещаем Поторопились Потому что дальше Мы увидели Что все что-то было не так Итак Братья мои Итак Братья мои возлюбленные Всякий человек Да будет скорно слышание Медленен на гнев А Скорно слышание Медлено слова Медленен на гнев Ибо гнев человека Не творит правды Божьей Сказал апостол Яков В первой Главе 19-20 стих Один Знаете Теолог Называл Божьи заповеди Костылями Потому что С ними Их помощью Человек Учится ходить Понимаете Да Но Я не согласен С моей формулировкой Но Смысл один Мы не любим Слово Дисциплина Но только Свободный человек Может выбрать Дисциплину Которая Ограничивает его Чтобы обрести В этом свободу Итак Имеющий уши Да услышит Свободный человек Рожденный от Бога Духа Божьего Умеет слушать Умеет говорить И делает Что говорит Он не только Имеет дары Которые имеют С рождения Даже неверующие люди Но прежде Он послужен Богу И людям Те кто принимал Водное погружение Давал Богу Обещание Доброй совести Так и ныне Помните Да Ныне Сие крещение Не плоской Нечистоты Омытия Но обещание Богу Доброй совести Спасает Воскресение Мы обещаем Богу Быть его учениками Любить друг друга Как Ешо Возлюбил нас Мы говорим Да будет воля Твоя А не моя Я пойду за тобой Куда бы ты не повел Меня Я буду служить тебе И это прекрасно Это правильно Остается дело За малым Если ты даешь Господу обет То сам решаешь Это А не по принуждению Господнему И поэтому Должен исполнить Обещанное Свободный человек Принимает решение Выражает его словом И несет Ответственное За сказанное Он хозяин своего слова И своего времени И это очень важно Потому что Рабами мы были Рабами в доме фараона Мы были рабами греха Мы исполняли чужую волю Мы были непослушны Богу Мы были врагами ему Но пришла свобода И свобода Это не просто то Что дает нам возможность Сделать то Что мы захотим Свобода Это то Что помогает нам Идти за Богом И исполнять его волю Это ответственность Прежде всего Ответственность Поэтому каждый раз Господь напоминает Что рабами Вы были И это неплохо Потому что Когда Иешуа Говорил фарисеям Помните Что они говорят Мы никогда не были Никому рабами Никогда Вы что мы Мы Он говорит Ничего им не сказал Но они сами сказали Против себя Потому что на Песах На Шаббат Мы вспоминаем Выход Кто нас вывел И кто является Нашим господином И наше служение Богу Это благодарность 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 тому Кто спас нас От смерти Поэтому В этой главе Много интересных Действительно Фрагментов Там очень Там говорят о семье Там говорится О многих важных вещах Но вы знаете Свободный человек Может изменять Обстоятельства Раба Меняют обстоятельства Мы Мы с Богом Стоим Над Знаете Как говорит Писание Что Подними свои глаза На небо И посмотри С небес Вниз Трудные минуты Мы поднимаем Свои глаза На небо Смотрим Вниз И мы понимаем Что мы можем Это все пройти Рабами мы были Итак Еще раз Этот главный Такой мысль Свободный человек Принимает решение Выражает Его словом Несет Ответственность За сказанное Он Хозяин Своего слова И своего Времени Вот Это то Что я хотел С вами поделиться Господь Пожалуйста Благослови нас Сегодня Быть Хозяевами Своего слова Быть Хозяевами Своего времени Потому что Все это Ты даешь нам Благослови нас Боже Быть благословением Друг для друга Благослови нам Находить драгоценное И в ничтожном Благослови нас Боже Быть Боже Действительно Теми Кто поддержит Ближнего В его трудной ситуации Во имя Ишоа И спасибо тебе Что это Очень просто Потому что Ты дал нам Все уже Возможное Амин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok